Я хочу узнать еще процесс творчества, компромиссность художника, потому что все равно в подсознании есть какая-то вот такая, чтобы он был востребован на рынке, все равно в подсознании идет такой поток большой информации. И вот как отсечь эту стезю и погрузиться, как Вы правильно сказали, полностью в себя, в свои отношения, в свое к жизни, вот чтобы вот это безосознательное, чтобы быть понятным или как, как вот это вот все, как Вы в своем творчестве это делаете, чтобы быть именно тем, каким Вы есть? Знаете, нужно довести до состояния полной ритмы самим собой. Хотя все равно, сказав так, я все равно не скажу точно, это не есть точно, вот полная ритма самим собой. Потому что где давайте речь мы, как это все сходится, это понятие, конечно, трудно. Но я знаю, что есть какое-то внутреннее ощущение точности одного и не точности другого. Вот, опять же, вспоминают мне вопросы эти, там дети задают вопросы, и один из вопросов был, каков смысл всего там, если ты умираешь, каков смысл всего? Я тоже, я не смог ответить, хотя, в общем, вполне ответ в ритме, я, ну, понятно, понимаете, тут сразу вспоминаешь классику, над этими вопросами бьется вообще вся мировая, все мировое искусство. Не то, что бьется, не то, что бы разрешает этот вопрос, но она все время в этом пути находится. И, возможно, что я буду разрешить перейти, а в том же разрешенный вопрос, значит, все остановлено. И ответить я не мог, но потом про себя подумал, собственно говоря, буду ли я задавать себе этот вопрос, если у меня в руке будет детская ладошка. Я не смогу сказать смысл, но я знаю, что это и есть все. Вот, собственно, когда ты работаешь, то тут есть какие-то все-таки внутренние, какая-то внутренняя музыка, что ли, что вдруг сделанность с чем-то рифмуется, с чем-то, может быть, даже тебе знакома, даже, может быть, с чем-то выдающимся, сделанным не тобой, а за много сотен лет до тебя. И это состояние прекрасно. Ну, вы правильно перед этим ответили, что вот это полное погружение, когда полностью человек отключается, и он уже на бессознательном уровне входит в эту тему и работает, тогда и получается истина. Тогда просто все улетает куда-то в небытие, да, и ты остаешься, да. И вот там это рождается. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, как относитесь к современной эмоции? Есть ли что-нибудь о вашем мнении, достойном внимании к российскому и сребежному? Ой, не понял, вопрос. Можно, пожалуйста, по-другому, шекте. Есть ли что-нибудь из современной эмоции, достойного вашего внимания к вашим? Фильмов хороших много. Открытий нет, но хороших фильмов много. То есть, что я подозреваю под открытиями? Понимаете, мы все погружены в жизнь. Жизнь на определенной ее ступени, которая тебя может раздражать, или ты ее принимаешь, или не принимаешь, но как материал для искусства, тут не важно, какая на дворе жизнь. Искусство занимается другими вопросами для него, для искусства не важно, делаешь ли это фильм о Юле и Цезаре, или о последнем Бомши. Потому что тут важен круг вопросов, которые ты выясняешь, например, на том или ином герое. Но вот я не могу сказать, что сегодня есть фильмы, которые меня, безусловно, тронули. Я веду так последние 10 лет. Безусловно, тронули, и я через них что-то видел внезапное, что мне открывало бы жизнь. Таких фильмов, таких фильмов я не помню. Но хорошие фильмы есть. Да и я сейчас узнать, честно говоря, и не жду, что что-то может появиться. По той простопричине, что все настолько озабочены поисками денег, что творческая мысль полетучивается. Это становится, как мне кажется, пока драмой, но станет трагедией для стран. Потому что это же самое относится и к науке, и к здравоохранению, и, главное, к просвещению. Оно становится просчитанным. Вот это идея государственной инициативы, это турист, которая придумана. Это катастрофа для общества. И поэтому тут невольно, поскольку художник находится в этих обстоятельствах, и точно так же принимает себя, как любой другой гражданин, и как пенсионер, которому трудно будет достать лекарство, то он находится, ну, насколько он в стесненах, обстоятельствах, что он не способен быть свободным в работе. Но, может быть, при этом я как-то. Может, обстоятельства должны быть еще более стесненными, тогда он будет так же лишь наддумать и заходить на главу.